здравствуйте дорогие друзья мы с вами дошли до пятницы уже недельной главы толдот быстро пролетела неделя говорят мудрецы что мы видим одну процентов от реальности это говорит каббала это наш материальный мир это маленькая часть мироздания это то что мы воспринимаем своими органами чувств зрение вкус и сознание слух и может показаться что восприятие через органы чувств охватывает очень много там но это маленький фрагмент всего что нас окружает собака нюхает намного лучше орел видит в сто раз лучше то есть есть такая маленькая мазь а трое слепых зашли в зоопарк и привели посмотреть слона подвели их один взялся за хобот один за хвост на 3 за клык и после этого они вышли и каждый до конца жизни доказывал один говорил слон да я знаешь такое то это веревка второй говорил слон это такая вот каменная такое как похоже на клык а третье говорит что что вы это длинная длинная змея каждый из них был прав но на самом деле мы тут знаем что такое слон нашей недельной главе ицхак подошел и поцеловал якова и почувствовал написанное как запах одежды и благословил его и сказал смотри запах как поле который гласил господь в израиле есть музей слепых это уникальный музей тебя ведут через зал в абсолютной темноте ничего не видя вокруг ты вынужден полагаться на слух обаяния ну так вот другие чувства именно здесь начинаешь понимать что такое быть слепым и тогда благословение благословен ты бог дарующий зрение слепым которое произносить надо каждое утром верующие приобретает особый смысл и вот слепота это центральное место в нашей недельной главе а слепший ицхак не видит что благословляет якова место исава однако в глубине души он безошибочно увидел кому должны предназначиться благословение в этом запахе который что он сказал уловил аромат райского сада который сопровождал якова когда он вошел в комнату гиды которые ведут тебя через вот этот музей слепых сами слепые и они сумели развить себе предельно такое чувство другие ведут через залы легко так непринужденно как будто все спокойно видит вот наш мир похож на этот музей живя в нем мы думаем что видим все они полностью до конца не подозревая что 90 процентов мира скрыто от нас и скрыто от наших глаз поэтому если вы бы действительно видели то что происходит действительно убедились бы например что в пятницу на заходе солнца мир преображаются что на землю спускается вот если глаза открылись вообще другой мир и тогда бы мы были в восторге от всего и мы боялись бы зажечь например свет в шаббат потому что это может стоить жизни тебе или другим обычного зрения этого не увидеть нельзя и хотя большинство людей не обладают таким духовным зрением есть все же немногие кто сумели развить в себе такую способность видеть запредельную реальность это выдающиеся знатоки и подвижники торы они всегда есть во всех поколениях они ведут нас через многие вот эти вот столетия уже ведут нас через лабиринт музея слепим в котором находится наш мир мы слепые мы видим то чего нету говорим то чего не существуем и это очень странный мир вы знаете есть вот абсолютно тонкие люди был такой раб на хума чернобыля он гостил как-то в шаббат зашли большую свечку он гостил у каких-то людей чтобы она горела до утра и он мог учить тору и вот проснувшись среди ночи хозяин заметил что гость идет по стенке как в потемках а он говорит рыба вот свеча ничего нету и оказывается эту свечу кто-то потушил и испугались и зажгли и вот зажженная в шаббат свеча не светила раввину из чернобыля просто не видел он этого света вот такие есть люди больше того книги ли и танек от агуним так вам она называется нет ли а танек бета гуни написано что один человек сказал раву и цхаку соловейчику что причина того что многие люди гибну сейчас в том что стало много тех кто нарушает шаббат то есть мы не видим мы берем там шаббат передвинули там что-то зашли еще что мы сделали ничего в этом время в мире происходят какие-то события нам надо все это попытаться понять увидеть вот расширить свое зрение и самое главное сегодня наступает шаббат шаббат кислева первые месяца попробуйте что-нибудь сделать для шаббата ну вот еще раз говорю кто курит я не говорю что надо экстремизмом заниматься но если куришь 10 сигарет курить 9 если ты что делал ну сделай что-то для шаббата отметь его и шаббат тебе вернет и может быть в мире меньше будет войны всяких несчастье брахава от слаха хорошего шаббата всего самого самого лучшего разу надо зрение улучшать брахава от слаха духовная